Небольшая туркменская юрта, азербайджанский дом из природного камня, подлинные предметы быта и сельскохозяйственный инвентарь. О том, что Самара действительно многонациональная, понимаешь именно здесь, на территории парка Дружбы Народов, более 20 национальных домов и подворий, раскрывающих культуру народов нашего региона. Нам нравится каждый дом, мы старались, чтобы он был по-своему интересный, отражал самые интересные вещи народа, самые интересные элементы народа. Помимо этого, в парке Дружбы Народов планируют открыть национальную библиотеку, ремесленные мастерские, интерактивные площадки. Гостям обещают экскурсии, мастер-классы и даже организацию национальных свадеб. Все дома в парке имеют одинаковую площадь и выход к воде. Прилегающая территория, это наша зона ответственности, мы будем тоже приводить в порядок и вся дорога к парку Дружбы Народов будет чистой, светлой. Еще один не менее популярный в Куйбышевском районе Ерик парк, благоустроенный в прошлом году, уже полностью готов принимать гостей. Территория благополучно пережила морозную самарскую зиму. Хочется в очередной раз призывать, чтобы люди бережно относились к той территории, которая сделана для них и сделана с большой любовью. Новую жизнь обретет и территория по Калининградской 9. Здесь начинается строительство двухэтажного бассейна с шестью дорожками. Оно будет идти в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта в Самаре. Мы уже приступили к реализации и в середине 2022 года этот объект будет принимать своих первых посетителей. Побывала глава города и в обновленном ДК Нефтяне. В здании был проведен ремонт фасада, кровли, внутренних помещений. Заменена коммуникация и система электроснабжения. Также дом культуры оснастили новой защитной системой пожаротушения. Убранство и лоск уже по достоинству оценили участники одного из лучших танцевальных коллективов Самары. Отмечают тренироваться теперь вдвойне приятнее. Эти ребята долго искали себе дом, где можно заниматься, где можно репетировать. Вот мы предложили им ДК и нефтяников. Ну, услышали, да, что им действительно все нравится, чисто, светло. А вот здание по улице Калининградской, 42, образцовым не назовешь. Сюда глава города приехала с проверкой по обращению жителей. Люди требуют его снести и привести в порядок территорию. Недавно здесь произошел пожар. Большую часть жильцов расселили, но в доме продолжает проживать еще один собственник. Проект на сно здания уже готов. Специалисты начнут работать после выселения последнего собственника и предоставления ему жилья. Глава города поручил департаменту имуществом завершить эту работу до конца года. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...